Сегодня будем также рассматривать золото. Я вам могу сказать гарантированно, что золото, оно будет стоить достаточно дорого, оно увеличится в цене в ближайшие несколько лет. Оно уже сейчас увеличивается, но понимаете в чем дело? Когда мы об этом говорим, о неком золоте, люди от меня требуют очень четких прогнозов о том, вот завтра золото сколько будет стоить. Я не знаю сколько оно будет стоить завтра, но ясно то, что в связи с тем, что Соединенные Штаты напечатали огромное количество бабла, естественно это разгоняет инфляцию. А инфляция, она влияет на золото. Если вспомните все мои прогнозы, я в каждом прогнозе говорю, ребята, золото будет стоить дороже, золото будет расти. Это связано именно с фундаментальными факторами. Но люди не хотят подождать, в этом проблема, понимаете? А здесь можно только согласиться с Вореном Баффетом о том, что, собственно говоря, фондовый рынок это место, где деньги от нетерпеливых перетекают к терпеливым. Давайте мы откроем дневки, посмотрим, что там на дневках. Пробили мы максимальные, собственно говоря, точки, максимальные хаи, но еще не совсем пробили. У меня даже не хватает истории, что там было дальше, но дальше, по-моему, был взлет. На исторических максимумах мы находимся сейчас. Давайте я выставлю еще один уровень. Давать прогнозы в данный момент, конечно, по золоту очень сложно, но проблематично в связи с тем, что мы находимся на максималках. Естественно, покупать сейчас достаточно опасно. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что здесь явно такая перекупленная перекупленность, а хоть и такой бычий тренд, но тем не менее мы находимся на хаях. И по этой причине здесь я бы вам все-таки порекомендовал, знаете, что сделать. Вот если у вас долгосрочные какие-то планы по золоту, ждите отката, и после отката тогда прикупайте. Если вы не успели это сделать по тем рекомендациям, которым я давал до того как. Я их давал, если помните, еще на 1500, по-моему, на 1500, на 1800. Потому что не помню, несколько месяцев тому назад было. Если вы не успели это сделать, то можете ждать определенного отката, который может произойти в диапазон 18.78. То есть вот примерно в этот уровень. Либо вот сюда. Конечно, все-таки мы стараемся дождаться отката в серединный диапазон. Серединный диапазон вот этой большой-большой-большой волны. Этот серединный диапазон, он находится на 18.62. И поэтому хотелось бы дождаться инструмента сюда. Пока что, вот на данный момент, вот прямо сейчас, вот если вы меня спросите, Артем, вот что мне делать прямо сейчас? Вот если вы находитесь в покупках, пока удерживайте их, и в случае, если инструмент начнет потихоньку разворачиваться, можете потихоньку скинуть часть инструмента. Если вы сейчас не в покупках и не в продажах, мой вам совет, просто на данный момент следите за инструментом. Не совершайте никаких активных действий. Это связано в первую очередь с тем, что мы находимся на максималках и на максимальных точках. Потому что, ну сейчас, понятно, невозможно сказать, смогут ли быки пробить вот этот исторический максимум. Если смогут, прекрасно, прекрасно. Подождем еще некоторое время, дождемся определенного отката, и тогда сможем купить. Здесь, знаете, должна быть какая история. Вот когда мы говорим о таких исторических максимумах и пробоях исторических максимумах, все-таки мы стараемся дождаться вот такого, некого пробоя, потом отката, некого флета, и после этого можно прикупать данный инструмент. Потому что, знаете, все, что я здесь опасаюсь. Здесь есть некоторая проблема. Иногда очень часто бывает такое, в особенности на золоте, но это касается не только в золото в целом, но на золоте из-за повышенной волатильности это случается очень часто. Если вы торговали золото, либо торгуете, иногда бывает такое, что рынок пробьет определенный уровень, и резко, собственно говоря, начинает разворачиваться, и дальше идет, собственно говоря, разворотное движение. Ну, как-то так по золоту. Чего я вам точно не рекомендую в золоте, это, соответственно, здесь, на данный момент, если вы в убытках усредняться, пересиживать и так далее. Имейте в виду, что золото сейчас находится в такой точке неопределенности, и в связи с этим могут быть определенные проблемы. Вчера, кстати, с учениками сидели, общались по поводу битка. В общем, в целом, здесь есть у нас такой глобальный канал, это, еще раз напомню, 9500, 9800, то есть вот как раз-таки мы находимся на верхней границе данного канала. И нижний диапазон это 9200, 960, вот так вот здесь примерно. Я говорю примерно, потому что, если вы обратите внимание, по битку сейчас просто идет адок, он связан, конечно же, с тем, что в рынках у нас набирается какая-то крупная позиция. Я не могу пока что сказать, куда эта позиция расторгуется, то есть я не баба Ванга в этом плане, но то, что набирается позиция, она абсолютно правдива, так сказать, и это абсолютно точно. Здесь я рекомендую вам, если вы торгуете крипту, все-таки перейти на вышестоящие графики, прошу прощения. Опять в чате спрашивают, будет ли запись. Запись будет, не переживайте, каждый раз подобное происходит. Ну да ладно. Если вы торгуете внутри дня, не рекомендую вам торговать, соответственно, внутри дня биток. Слишком опасное дело, здесь есть постоянные выносы, и сейчас мы находимся у верхней границы, опять-таки. И опять, хоть мы и подошли к верхней границе, но обратите внимание, как мы сюда подходим. Мы подходим через вот такие рывки, которые во многом, во-первых, связаны с опционами, ой, с опционами, прошу прощения, с новостными параметрами. Вышла какая-то новость, люди прикупили. Ну и также с крупными позициями. Когда вот есть такие рывки, неважно, на битке это, либо на другом каком-то инструменте, это очень опасно. Очень опасно, потому что, по сути, здесь мы всегда говорим о том, что у нас в рынках происходит, знаете, такой всплеск волатильности. Но этот всплеск волатильности ничем не обоснован. То есть движение, некоторые трейдеры-сторожилы говорят, пустое. То есть вроде бы в этом движении, вот оно визуально кажется прям очень хорошее, но по факту в нем нет той энергии, той силы и той, соответственно, энергии, которая должна быть для того, чтобы дальше идти вперед, пробивать уровни, ну и в целом, соответственно, двигаться. Я к чему все это говорю? К тому, что если у вас есть возможность перейти на вышестоящие графики, конечно, переходите. И здесь, я думаю, на четырех часах, сидя на четырех часах, здесь опять-таки есть такой достаточно красивый канал, в котором, ну, грех, собственно говоря, не торговать. Как торговать в канале, я думаю, вы все прекрасно понимаете. Здесь мне не нужно даже вас, собственно говоря, учить. Очень просто. В случае, если вы увидите волатильную свечу, здесь вот в данном случае, если мы говорим о, собственно говоря, битке, вот в данном случае здесь как раз-таки и должна быть волатильная свеча вниз, для того, чтобы понять, что мы сейчас находимся на границах данного канала. Плюс, если вы следите за объемами, на объем, объем здесь должен быть увеличен сейчас на границе. Вот эти два параметра. Волатильное движение вниз. Это не обязательно должна быть одна свеча. Вот я сказал свеча, но это не обязательно должна быть одна свеча. Это может быть серия свечей, импульс, возможно, будет вот такое некоторое движение. Важно то, что рынок должен пойти в обратную сторону, то есть внутрь этого канала, и все это должно происходить на объемах. Вот когда вот эти два параметра соединятся между собой, соответственно, волатильное движение и объем, можете шортить данный инструмент до нижней границы. И на нижней границе может произойти то же самое. Здесь, конечно, есть сценарий вот подобного движения вниз, то есть через некоторый импульс. Раз такой импульс произойдет, два такой импульс произойдет, ну как-то так. Но, к сожалению, мы не экстрасенсы, и поэтому мы не можем это предсказать, что вот здесь будет несколько подобных свечей и так далее. Постараемся сейчас на следующей неделе дождаться соответственно объема, волатильное движение вниз, и можем тогда продать данный инструмент. Есть еще один момент. Поскольку мы сейчас находимся на верху канала, здесь есть тоже такой сценарий, соответственно, пробоя данного канала. Тем более, что здесь, ну прям даже визуально, да, вот если вы посмотрите на инструмент, прям визуально вы видите, что здесь прям лонгами так пахнет, да. Рынок начинает идти вверх, начинает выстреливать вверх, ну очень-очень много позитива. А в случае, если рынок сейчас, соответственно, начнет немножко пилить и опять пойдет наверх волатильно, можно прикупить данный инструмент, но я здесь хочу сделать некую но. Вот если будете покупать, вот в контексте данной ситуации, пожалуйста, уменьшайте торговые объемы, поскольку если торговые объемы у вас будут увеличены, здесь большая вероятность нарваться вот на подобную ситуацию. То есть, что рынок у вас выстрелит вверх, вы некоторое время посидите в плюсе, а потом также быстро вы окажетесь, в лучшем случае, в нуле, либо выйдете по убыткам. Поэтому постарайтесь все-таки остаться, ну, снизить, соответственно, объемы и, ну, как-то так. Что же касается ваших вопросов о битке, биток еще раз на дно сходит или нет? Или на 100к идем? Ну, ясно то, что биток, конечно, будет стоить гораздо дороже того, что сейчас происходит. Но, в целом, по поводу 100к, не знаю. Знаете, мне очень часто можно услышать такие прогнозы. Сколько я прогнозов слышал, это просто у меня на канале только есть несколько записей с лоховодами, которые обещали, то к лету они обещают 20 тысяч, то к зиме они обещают 40 тысяч. Знаете, давать такие голословные прогнозы может только человек, ну, либо хлебнув, так сказать, водочки, либо, я не знаю, либо абсолютно непонимающий человек. Ну, как можно сказать, сколько будет стоить биткоин к какому-то времени? Мы торгуем все-таки на крипте такую достаточно локальную картину. Но сейчас в крипте очень много позитива. Этот позитив, он связан в первую очередь, конечно же, с новостными параметрами. А новости здесь вышли примерно следующие. Кто бы как не хулил наш Центральный банк Российской Федерации. Центральный банк, во-первых, легализует криптовалюту. Ну, как легализует? Легализует, это я, знаете, такой заголовок. ЦБ легализует криптовалюту. Конечно, никто ничего вот в том представлении, в котором мы представляем, да, что такое легализация, никто ничего не легализует. Но создается правовые основы для последующей тотальной легализации криптовалюты. Создается правовая база для этого. И это очень хорошо. Это огромный позитив, на самом деле, для рынков. Плюс то же самое происходит в Соединенных Штатах, несмотря на их кризис политической системы сейчас. Так что, в целом, в рынках очень много позитива. И, безусловно, это отразится на криптовалютах в целом. Вот. Поэтому, в общем, и в целом, безусловно, биток будет расти и дальше. Он и будет вырастать. Ну, как-то так, во всяком случае, я вижу. Но, поскольку сейчас есть такие выносы. Постоянно происходят шпильки. Постоянно выкидывают из позиций. Конечно же, мы стараемся торговать такую локальную картину. Плюс, помимо всего прочего, здесь вот я недаром вам открыл дневной график. Пожалуйста, обратите внимание. В дневной графике я понимаю, что линий много и так далее. Это еще со старых обзоров осталось. Если вы обратите внимание, мы сейчас находимся на максимальных точках. То есть, это такой максимум. Здесь своего рода, ну, какой-нибудь аналитик, наверное, посмотрел бы здесь и увидел здесь некий треугольник. Да, ситуация походит на то, что вот здесь, примерно где-то в районе 10 тысяч 9800 находится достаточно мощный продавец. Этот мощный продавец, возможно, выставил свою, соответственно, крупную заявку. И сейчас покупатели потихоньку-потихоньку его поджимают. Это классическая история, когда подобное происходит, когда выкупают, соответственно, крупного продавца. Но понимаете, в чем загвоздка и в чем фишка? Мы не знаем, как долго будет происходить этот процесс. Вполне вероятно, может быть, криптовалюта уйдет еще вниз, накопит объем, потом подойдет и так далее. Ясно то, что если данного продавца, соответственно, выкупят, то мы можем смело двигаться дальше. А пока до этой причины, до этого момента мы торгуем такую локальную картину. А вот по SP будем и дальше расти, коллеги. Как раз-таки сейчас сформировался такой долгосрочный тренд на покупку. Мы видим у нас объемы в пятницу, выстрелили довольно неплохие. Плюс в четверг у нас объемы выстрелили. Вот смотрите, здесь, если вы обратите внимание, у нас появляются объемы. Вот раз объем, здесь объем на продажу довольно неплохой. Тут у нас тоже объем. Рынок вообще не реагирует, будто бы ничего не произошло. То есть вроде бы у нас есть объем, хороший объем. Все это должно указывать на то, что рынок должен провалиться. Потому что кто-то влил большую позицию. Сами представьте, пришли вы на рынок, например, для того, чтобы продать огромную позицию своих яблок. Что будет с ценой? Ну, конечно, она упадет, потому что реализовать этот товар нужно. Здесь та же самая история. Но при этом ничего не происходит. Плюс появляются шпильки. Помимо этого мы находимся сейчас у такого уровня. Вот он, да, это уровень 3192. Рынок замедлился. Объемы появляются. Ждем, собственно говоря, волатильного движения вверх, волатильной свечи вверх. И покупаем. Здесь можно покупать, причем довольно-таки смело. Продавать я бы вам, конечно, не рекомендовал. Все-таки присмотрите здесь покупку. Подобность. Здесь вот важный момент. Для того, чтобы понять, что сейчас у нас по SP будут лидировать покупатели. И что, собственно говоря, у нас вот эта вот картина с шартовой поменялась на лонг. Здесь должно быть волатильное движение вверх. Оно может быть как одной свечой, так и серией свечой, так и импульсом. Да как угодно. Важно, чтобы оно было, понимаете. И должно быть волатильной. Именно это ключевой момент. Если оно просто будет отрастать вот таким макаром, это херня, недвижение, вообще даже можно не заходить. Главное, чтобы, ну вот подобная ситуация была. Либо вот подобная ситуация была. Что рынок вот так вот получил толчок и рывок. Потому что сейчас мы видим, что у нас есть что-то сдерживающее инструмент. И рынок сузился. Нам важно дождаться, когда будет импульс. И на этом импульсе мы уже заходим в покупку. Да, немножко невыгодно будем заходить. Но невыгодно, потому что все-таки сейчас можно уже прямо сейчас ставить лимитки и так далее. Кто-то из вас мне скажет, сейчас картина такая хорошая. Соглашусь. Да, сейчас самое выгодное заходить в позицию сейчас с лимитками. Но, коллеги, здесь есть еще вероятность небольшого пролива вниз. По крайней мере вот сюда, да. Вот сюда есть такая вероятность. Я врать не буду. Поэтому вы можете зайти сейчас лимитками. Вас выйдет по стопу, рынок опять развернется. Поэтому лучше мы потеряем немного на вот этом волатильном движении. Пусть чуть-чуть, там пару пунктов. Да хрен с ними. Пусть оставим что-то рынку и так далее. Но зато мы получим какую-то уверенность, что рынок и дальше идет в нашу сторону. И плюс мы самое главное. По евро. По евро. Вот этот зеленый уровень. Он идет. Получается, черт знает откуда. У нас еще есть запас движения. Вот у нас тут уровень будет правильно поставить. 1.16.203. 1.16.230. Следующий момент. У нас мы сейчас находимся на максимальной точке на хаях. У нас есть следующая цель. Это 1.18.159. Давайте я чуть ближе поверну. Мы сейчас пробили, соответственно, максимальный уровень. Пробили достаточно неплохо на объемах и, в общем, с таким позитивом. Но поскольку мы сейчас находимся на хаях и на максималках, нужно иметь в виду, что сейчас вот покупать я бы вам не рекомендовал. Не рекомендовал бы, потому что здесь имейте в виду, что, опять же, находимся на максимальных точках. Рынку требуется, безусловно, откат для того, чтобы его купить, данный инструмент. И поэтому такой момент. В рынках есть одна точка неопределенности. Это когда мы дошли до таких ликвидных уровней, как сейчас. В случае, если рынок... Здесь я вам даю несколько сценариев. Знаете, как в том анекдоте. У биткоина всегда три вероятностных движения. Вверх, вниз и вбок. Вот тут то же самое можно посоветовать. Потому что, с одной стороны, да, мы имеем достаточно мощный тренд такой, да, бычий. Прям очень-очень хороший. Объемы у нас увеличиваются. И прям движение такое, да, насыщенное. Оно не сформировано там несколькими случаями. Прям, ну, тренд. Тренд откровенный. Хороший такой, хороший тренд. С одной стороны, и объемы увеличиваются. С другой стороны, этот тренд начинает потихоньку-потихоньку ослабевать. Пожалуйста, посмотрите, как рынок выстреливал раньше. Несколько днями. 20-го, 21-го, 22-го числа, 23-го числа. И как он потихоньку-потихоньку сейчас начинает замедляться, за ними замедляться, замедляться. Плюс, помимо всего прочего, мы видим, что у нас в рынках требуется все больше и больше объема. Обратите внимание, объемы у нас увеличивается. А при этом рынок хоть и вырастает, но не вырастает очень высоко. Потому что нужно здесь смотреть целесообразно, соответственно, данного движения. Рынок сильно не вырастает, что, конечно, указывает на то, что тренд потихоньку ослабевает. И это неудивительно. Неудивительно, потому что мы сейчас находимся у значимой области 1.16230. Это очень мощный уровень. И в случае, если рынок немножко сформирует некоторое движение вот здесь, давайте я вам покажу, немножко пройдет наверх, чуть-чуть буквально, откатит, начнет пилить и дальше волатина вырастает, можем прикупить. Будем покупать просто по рынку. Главное просто не проморгать этот момент. Но это будет говорить о том, что у нас тренд снова взял новую силу, в рынках появилась новая сила и можем дальше двигаться вверх. Но в случае, если мы пробьем вот этот уровень, сейчас я вам покажу, вот этот, 1.15738, 1.15738, давайте я его поставлю, вот так, 15700, ну 38, 40, в общем, пару пунктов здесь не имеет большого значения. Давайте я выделю, каким-нибудь другим цветом. Трейдинг тройт творческая профессия, поэтому я всегда пытаюсь выбрать цвет покрасивее. Никогда не могу выбрать и на чем-то одном остановиться. Вот если мы пробьем данную область, можем продать, это будет означать, что тренд все-таки закончился и все, у нас есть укасание. До 1.14378. Вот такие два сценария. Более вероятно, конечно, бычий сценарий и дальнейшее движение вверх. Но еще раз говорю, пожалуйста, прямо сейчас не покупайте, дождитесь отката, на откате купите. По фунту-то здесь так же, как и по евро, елки-палки. Мы дошли до хайов, в общем, сработал наш анализ, который мы говорили. Или не наш анализ, я уже не помню. В общем, по фунту мы дошли до максимальных точек. Если вы в покупках, фиксируйте. Фиксируйте, мы дошли до целей. Цели, собственно говоря, пробиты. Если вы не в покупках, не покупайте сейчас. Ждите отката, на откате купите. Потому что откат от этого уровня может произойти. Если говорить про объемы, про в целом, про сущность данного движения и в целом про то, как рынок двигается. Ну, рынок двигается довольно неплохо. Мы видим, что на уровне 1.27.573 находился продавец. Продавец был достаточно мощный. Он пытался удержать данный диапазон. Причем очень мощно пытался удержать. Обратите внимание, как рынок просто дойдет до него, и потом бац, упадет. Опять пытается, пытается дорасти, опять бац, упадет. Но в то же самое время у нас покупатели оказались сильнее. Они на объемах очень неплохо стали отрастать. И они пробили данный диапазон. Пробили, соответственно, данного покупателя. Если это не ложный пробой, в чем есть мое такое предположение, что это может быть ложный пробой, но тогда для ложного пробоя должен быть большой объем. Тогда мы, соответственно, можем после некоторой остановки, отката еще дальше двинуться вверх. Если говорить про глобальную цель, глобальная наша цель это 1.31500. Нет, ну да, 1.31500. Да, 1.31500. Давайте мы поставим сюда уровень. И можем, в принципе, до туда дойти. Но я повторюсь еще раз. Ждите отката на откате покупать. А продажи? Есть ли здесь продажи? Продаж пока еще не вижу. Только в рамках отката, который может произойти. И откат здесь максимум до 1.26.314. То есть до вот этих величин откат здесь может произойти. Ниже вряд ли, потому что покупатели здесь очень хорошо давят. Обратите внимание, как рынок очень хорошо давит, и рынок идет. По канацию мы дошли до минимальных точек. До лоев. Это уровень 1.33563. Мы видим, что объемы у нас здесь маловаты. Маловаты это говорит о том, что в рынках у нас данный диапазон никто толком не держит. И рынок очень стал неплохо вырастать на этом. Он просто на дрожжах стал вырастать. А к чему я это все говорю? К тому, что здесь вот такая двоякая ситуация. С одной стороны, если мы говорим о, соответственно, развороте, у нас на уровне должен быть довольно неплохой объем. Этот довольно неплохой объем должен указывать на то, что в рынках у нас есть, соответственно, неплохой покупатель, который бы... Еще раз, дошли до минимальных точек. Если бы у нас здесь был, соответственно, какой-то мощный покупатель, мы бы увидели здесь увеличение объема. Объем здесь должен находиться. Но мы видим, как рынок просто без объема вырастает наверх. И это очень плохой знак. Он, по сути дела, заманивает сейчас покупателей. И все это такая достаточно... Ну, это ловушка. Это ловушка. Это бычья ловушка. В нее вполне вероятно, что многие люди могут зайти, соответственно, в позицию. Вот. И покупать данный инструмент. Все-таки здесь все больше смотрит на продажу. Только потому, что здесь нет достаточного объема. Плюс, помимо всего прочего. Прошу обратить внимание, как рынок выстреливал наверх. Вот у нас есть в пятницу движение вверх. И в четверг тоже движение вверх. У нас появляется объем. Объем мощный, хороший. Прям такой сочный объем. Но при этом рынок просто, собственно говоря, валится вниз. Он не вырастает толком. У нас образуются хвосты наверху. У нас меняется также такой небольшой угол атаки. То есть, если раньше рынок просто выстрелил отсюда, то потом он стал наклониться, клониться, клониться, клониться. И здесь все, конечно, походит на то, что мы пробьем все-таки данные логи и двинимся еще ниже. А в случае, если подобное произойдет, и все-таки продавцы окажутся сильными, и мы пробьем логи, следующая наша такая цель – это 1.32-1.32-1.41. Можем двигаться еще ниже в этом плане. Покупки. Покупки здесь вот прям с высоким риском, а не прям с огромным риском. Поэтому, если будете покупать, пожалуйста, снижайте свои объемы покупок. И только на свой страх и риск. Потому что ни объемы, ни движения не говорит о покупках. Возможно, в понедельник, вторник что-то поменяется. Смотрим MSI. Ну, собственно говоря, что VTI, что Brent. А в целом нефть, она отрастает. Мы и дальше можем отрастать. Здесь прошу обратить внимание, вот касаемо VTI. В рынках у нас появляется очень много объема. Объем у нас появляется на продаже, появляется очень серьезный. Когда подобное происходит, и объем, по идее, рынок должен бы как-то упасть. Но ничего подобного не происходит. Рынок у нас довольно неплохо сужается. Появляются хвосты, и он выстреливает. Единственное, что меня смущает, это пятница. Потому что в пятницу произошла та же самая чертовщина, да, хотел сказать. Да, та же самая чертовщина, что, собственно говоря, в четверг. И при этом рынок начал пилить. Он выкидывает всех из позиций. Он выкидывает и лонгистов, и еще артистов. Он выкидывает всех из позиций. И что-то вот такая перетрубация тут прям просится. Очевидно, будет куда-то прострел. Причем такой достаточно неплохой. И связан он с тем, что сейчас рынок выкидывает и тех, и других из позиций. Что-то такое серьезное готовится. Не люблю говорить про крупного игрока, но обычно, если мы исследуем концепции крупного игрока, как раз-таки перед таким солидным движением такие движения и бывают. Конечно, мы все-таки ожидаем, что рынок у нас дойдет еще выше. Плюс, помимо всего прочего, мы вот это вот падение 3 марта, которое было серьезное, вот это падение, мы его уже отработали неплохо. Подходим к этому уровню. У нас вроде бы тут начинают увеличиваться объемы, которые показывают на продавца. Да, ну такая ситуация. И в то же самое время в тренде мы находимся. Все-таки ожидаю движение вверх. Движение вверх тут более в приоритете, более вероятно. Более вероятно движение вверх колени, да. Но это, конечно, касается еще и бренда. То есть, если VTI, то, конечно, это и бренд касается в целом нефти. Поэтому, но имейте в виду, вот то, что я сейчас говорю, это все на уровне, знаете, такой торговой идеи. Пожалуйста, я вам все-таки категорически... Ну вот мы сегодня посмотрели много инструментов. И только вот на нескольких инструментах я сказал, лучше не торговать. Вот тут я тоже говорю, что лучше вот здесь вот даже не ссуваться. Смотрите, как рынок просто, он просто выносит всех из позиций. Здесь, как бы вы ни заходили, вас выбьют из позиций. Вы выйдете в минусе. Вас обязательно отстопят здесь. Поэтому постарайтесь, коллеги, постарайтесь, пожалуйста, этот инструмент не торговать и игнорировать. Не используйте его в своей торговле на следующей неделе. Вас по-любому выбьет. Конечно, глобально все-таки мы можем отрастать наверх и можем сделать откат примерно вот в диапазон 40, да, в диапазон 40-35 с последующим движением вверх. Цель нашей, конечно, находится на уровне 42-25 и выше примерно 40, вот сюда 45-25 и в случае пробоя 48-78. Шартов здесь, честно, вот что от шартов вообще нет. Ну, свалились, паения, дошли до низа, пробили канал. Ждем следующей недели. Ждем следующей недели. Если заходим в канал, то дальше торгуемся в этом канале. Вот он, то канал долгосрочный, да, вот такое. 107, получается, 269. Давайте я сделаю другим цветом, потому что, ну, невинно. Я понимаю, что трейдинг творческая профессия, но, тем не менее. 107, 269, вверх канала. Низ канала 106, 654. А торгуемся, ну, пробили этот канал. В случае, если мы возвращаемся в него, дальше продолжаем торговаться. Так, я прошу прощения. Прошу прощения, я напутал. Вот низ канала 106, 209. Вверх канала 107, 296. В случае, если пробиваем 106, 209, можем двигаться выше и торгуемся в рамках опять вот этого, соответственно, канала. Если мы сможем удержать 106, 209 на откате, можно продать. И продать можно до вот этих вот лоев. Вот этих лоев. Но нужно дождаться отката. Потому что откат все покажет. Здесь есть еще такой момент. Смотрите, коллеги. У нас тут вырастает объем. Это очень плохо. Объема. Ну, вот когда есть такой большой объем на пробое. Видите, он прям мощный. Он прям очень мощный. Объемы, конечно, на пробое должны быть. Они должны быть увеличены. Но тут он прям очень мощный. Это не очень хорошо. Это может указывать на ложный пробой. И есть вероятность такая довольно неплохая. Поэтому я говорю, ждите отката. И уже на откате будете принимать такие взвешенные решения. Потому что рынок может уйти без отката наверх. И тогда у нас будет ложный пробой. И мы будем дальше торговаться в рамках вот такого движения. Это один из самых вероятностных сценариев сейчас. Это вот такой сценарий. Что это ложный пробой. Но пока сказать сложно. Смотрите, мы дошли до хайов. Дошли довольно неплохо. Рынок стал от этих хайов сейчас скатываться вниз. И здесь после отката небольшого. Да, в принципе, уже сейчас можно рассматривать продажи. Продажи до 122.423 и 120.413. В принципе, здесь продажа такая среднесрочная, позиционная. Очень даже неплохая. Продолжение следует. Продолжение следует... И вообще в том, этот путьinks PlayStation!